Во вторник 3 ноября в России прошла ежегодная акция «Ночь искусств». На этот раз она состоялась по девизам «Искусство объединяет». Из-за карантинных ограничений все мероприятия были организованы исключительно в онлайн-формате. Однако это не помешало сделать ночь не менее содержательной и интересной, чем раньше. Напротив, по некоторым оценкам, аудитория акции заметно расширилась. Экскурсии, мастер-классы, лекции, концерты транслировались на официальных сайтах учреждений культуры и в социальных сетях. Активное участие во всероссийской акции приняли многие организации Реутова. Прежде всего, это семь городских учреждений культуры. Детские музыкальные школы, художественная школа, детский музыкальный театр, библиотеки – всех не перечислишь. Особое место заняли мероприятия Музейно-выставочного центра Реутова. «Сегодня в стенах Музейно-выставочного центра в камерном малом зале открылась выставка «Реутов глазами художников». Уникальность выставки очевидна. Почему? Потому что все работы посвящены городу». А, например, детская музыкальная школа номер один подготовила для горожан лекцию, посвященную жизни и творчеству гитариста и композитора Фернанда Сора. Прочитала ее преподаватель Елена Картвилишвили. «Фернанда Сор родился в Барселоне в семье потомственного военного. С раннего детства обучался игре на скрипке и виолончели, пробовал играть на гитаре». В целом, реутовчане подготовили к акции порядка 20 мероприятий. Все видеоэкскурсии, мастер-классы, лекции и даже спектакль театра теней можно посмотреть и сегодня. Они сохранены на общей странице в соцсети ВКонтакте под названием «Ночь искусств» в Реутове онлайн, а также на сайтах учреждений участников проекта. Обзор составляла Елизавета Филимонова, телеканал Реутов.